А как тормозить? Ваня, я хочу назад, там было классно! Идея этого выпуска пришла мне в голову, когда я искал жилье в городе Светогорск. Оказалось, что цены на квартиры там практически не отличаются от киевских. Именно поэтому я решил погуглить, и мне интернет предложил спа, бассейны, элитные массажные. И получается, что Светогорск это такой себе лакшери-курорт Донецка. Но интернету верить нельзя, поэтому я отправляюсь, чтобы все проверить самому. Если тебя удивляет, что Светогорск туристический город, значит ты явно не с Донбасса. Сейчас я все объясню. Во-первых, там находится культовое место паломничества православных – Лавра. Во-вторых, местная природа считается самой живописной в Донецкой области. Тут полно санаториев и баз отдыха премиум-класса, где ты можешь поправить здоровье в экологически чистом лесу. Хе-хей, привет! Мы приехали на базу отдыха рядом со Светогорском. Мы проведем здесь ближайшие несколько дней. Это, конечно, не лакшери-курорт, но здесь очень красиво. Эта база отдыха предлагает тебе воздержаться от шумных гулянок и немного оздоровиться. Именно поэтому она так популярна среди спортсменов. Тут есть тренажерный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, поле для мини-футбола и зеленая тропа для пробежек в лесу. В сосенках можно снять домик или номер от 650 гривен. Самый дорогой коттедж обойдется тебе в районе 2000 за сутки. Кстати, сосенки находятся в нескольких километрах от села Студенок, в котором расположена святогорская козочка. Если ты помнишь предыдущий выпуск про украинские деликатесы, кстати, ты можешь его посмотреть, если не видел, и поставить лайк, то там можно попробовать элитные сыры. Лично я поехал туда не за этим, а чтобы осмотреть красоты святогорских лесов верхом на лошади. Ванда. Удивительное животное. Одно меня радует, что я доверяю Ванде, потому что у Ванды медалей и наград больше, чем у меня раз в 10. Ну что, Ванда, поехали. Элитный отдых, друзья, это элитные кони. И вот эта красотка по имени Ванда каждую неделю катает людей и помогает им осмотреть все достопримечательности Светогорска. Это отличный шанс почувствовать себя ковбоем. Самое интересное, что именно здесь растут уникальные виды сосен. Некоторые из них реликтовые, и найти такие сосны можно только в Светогорском национальном парке. Кстати, самое опасное на катании на лошадях, это проезжать рядом с деревьями. Потому что лошадь иногда не учитывает габаритов твоих, и ты можешь очень больно зацепиться ногой. Но я уже немножко опытный наездик, и поэтому могу даже ускориться. Ну что, Ванда, давай поедем трусцой. Ну что, кто тут Джон Уэйн? Кто король прерий? Это я! На самом деле на лошади можно преодолеть очень большое расстояние. Многие говорят, что это не очень удобно, типа тебя трясет. Но я могу сказать, что если вы не будете бежать трусцой, вот как я последний километр, то в принципе вас даже не растрясет. На ней ехать очень комфортно, лошадь очень умная и даже знает куда идти. Ну что, друзья, а я отправляюсь на приключения в прерии! Поехали! Северский Донец в районе Святогорска прям чертовски хорош. Если хочешь посмотреть меловые скалы с нового ракурса, а также увидеть пещеры отшельников, то лучше закажи себе прогулку на катере. Это, кстати, стоит вообще недорого, всего лишь 100 гривен. Просматривается до линии горизонта 40 километров. Кстати, пару слов о памятнике. Этот памятник самый большой в своем стиле на контину. Да, да. Он 27 метров в высоту. Этот стиль был популярен 100 лет назад. Погода помешала нашей полноценной экскурсии, но она не помешает нашим развлечениям в Святогорске. Уж я выжму из этого города все на 100%. Настоящего коня мы уже сегодня протестировали! Пора протестировать железного! Ребята, это лучшее вообще, что происходило за мной за последние дни. Квадроцикл – мега развлечение. Причем мне нравится то, что это крутая вещь в любую погоду. Вот сейчас идет дождь и мне было даже еще веселее, чем была бы жара. Это грязь и это запах бензина. Настоящее мужское развлечение. Вы как хотите, а я еще покатаюсь. А ну в сторону! Мы продолжаем исследовать все самое интересное в районе Светогорска. И мы приехали в поселок Студенок. Здесь есть две прикольные штуки, которые лично я ответил для себя. Во-первых, здесь есть вот тут буквально рядом на горе стоит вышка мобильной связи. И в этом поселке ловит 3G лучше, чем в Киеве. Вот я тебе клянусь. А второе – это место, которое называют местное джакузи. Что это? Ну давай посмотрим. Вот так вот выглядит джакузи. Джакузи для местных. Да, это место ни разу не элитное. Такое подойдет разве что для безбашенных любителей экстрима, таких как я. Или для местных, кому джакузи не по карману. Поток настолько сильный, что удержаться очень сложно. Но я попробую проверить на своей стене этот бурный поток джакузи. Я трусы потерял! Друсы! Я скажу так. Это, конечно, не лакшери. Вообще не лакшери. Но это просто прикольная штука. И я повеселился, как ребенок. Сейчас я проверю самый элитный ресторанный комплекс в Светогорске. Узнаю, насколько он лакшери. Сразу предупреждаю, у нас тут ни Орел и Решка, ни золотой карты нет. Но я разбил свою копилку. И мне должно хватить денег на сутки проживания. Здравствуйте, я у вас номер резервировал. Можно? Спасибо большое. Мой 402-й. Пойду. Как и во всех элитных отелях, здесь есть лифт. Добро пожаловать ко мне в номер. Он называется King. Потому что сегодня я здесь буду чувствовать себя настоящим королем. Ну а Ваня, прости, но ты будешь моей свитой. Ну что, пора обустраиваться. Так просто всегда показывают в Орле и Решке, когда заселяются в дорогой отель. Я думаю, наверное, это какая-то особая традиция тревел-шоу. Но это приятно. Приятно лежать в номере за 1000 гривен в сумке. Кстати, мне сказали, что отель дизайнерский. И несмотря на то, что тут каких-то работ известных художников нет, но ни одна картина не повторяется. Рабочий столик, телевизор, столик журнальный, диван. Есть даже мини-бар. Кровать двухместная. Тремпеля или плечики, если вы едите из Донбасса. Ну и, конечно же, лично я всегда ценю в номерах вид из окна. Посмотрим, что же мне сегодня предложит этот отель. О, друзья, только посмотрите, что у нас тут есть. Мы находимся в Светогорске, а это зеленая зона, экологически чистая природа и чистый воздух. Ах, ну что, Ванька, как тебе-то дышатся полные легкие? Это Светогорск. Это лакшери. Воспользуюсь случаем и подкачаюсь. Очень крутой тренажерный зал. Оборудование новое. Все самое необходимое есть. Я вот прям чувствую, что за эти сутки жизни в этом отеле я прям сброшу полкилограммчика. Так как я сегодня витки ем. А у меня есть только день, чтобы пожить в таком отеле. То я должен испробовать на себе все. Я вижу тут целый ассортимент гантелей. Какую бы выбрать? О, вот это мой размер. Все, и хватит. Из меня качок такой. Ну что, проверим зону спа. Вот такой вот современный душ. Но если ты старовер, для тебя есть капка. Ох, холодненько. Ну а теперь окунемся в бассейн. Вода просто великолепная. Это было здорово. Сегодня я действительно чувствую себя на миллион долларов. По-другому и не скажешь. После всей этой дороги. После суеты. Такой релакс. Просто потрясающе. Помнишь, во втором выпуске мы снимали соляные пещеры солидары. Так вот, если тебе лень опускаться на 300 метров под землю. Ты можешь приехать вот сюда. И в этом отеле находится вот такая мини версия соляной пещеры. Напомню, что все здесь, ну кроме стульев, сделано из соли. Раз у меня сегодня сутки роскошной жизни, я решил устроить себе еще и роскошный ужин. Ну а заодно проверить, чем угощают в элитном ресторане посетителей и гостей Светогорска. Буябес. Итальянское вино. Прекрасное завершение хорошего вечера в Светогорске. Ну что, все? Нормоз, креветочки. Что это тоже едят? Прекрасный вкус, интересные нотки. Креветки с мидиями добавляют определенное послевкусие. И вы знаете, великолепное вино, которое раскрывает вкус этого прекрасного морского блюда. Знаете, мы специалисты по лакшери стайлу. Разбираемся в хорошем ужине. Я не хочу уезжать из этой гостиницы. Опять после этого жить на каких-то съемных стрёмных квартирах. Ваня, Ваня, я хочу назад, там было классно. Ладно. Надо работать. Все для тебя, мой дорогой зритель. Мой отдых в Светогорске оставил очень приятное послевкусие. За несколько дней я потратил чуть больше 5000 гривен, что по меркам Донецкой области прям вот очень много. Стоил ли мой отдых этой суммы? Определенно. В любом другом европейском городе за эти же услуги я бы отвалил как минимум в два раза больше. Так что если любишь качество и комфорт, то отправляйся в Светогорск. Ты не пожалеешь. А мы встретимся через неделю. Ставь лайк и подписывайся на канал. И конечно же пиши в комментарии свои идеи для следующих выпусков. Пока. Пока.